Всем привет! Привет! Это канал Дачные Секретики. Мы на даче. Сейчас 16 апреля, началась весна, и у многих начались весенние работы. Связанные с огородом. Ну, у нас, к сожалению, весенние работы начались совершенно другие. С уборки территории. Только не от веток или бумажек, как мы вам рассказывали. От стекла, осколков, от шифера битого. Рубероида. Вот такой у нас сегодня субботник. Будем показывать, что мы делаем. Как всегда, Дачные Секретики. Смотрите и не переключайтесь. Сейчас хочу показать, как убрали, насобирали кучки шифера. Где-то куски рубероида, досок. Ну, по крайней мере, всё это собрали в кучки. Но ничего не делали с обгоревшим сараем. Это осколки снаряда, который разорвался, и мы собрали только у себя на участке. И то это не всё. Это то, что мы успели собрать. Вот, смотрите, какая фигня прилетела к нам на участок. И маленький кусочек по голове даст, мало не покажется. Попадаются два вида осколков. Вот это вот лёгкий, а есть металлический ещё, тяжёлый. То есть маленький кусочек, но тяжёлый. Тяжёлым магнит прилипает. Тоже, наверное, толстый. Продолжаем собирать. Ну, уже килограмм пять, наверное, есть. Куски стёкол, которые собрали, это мы уже частично побили их. Собрали в доме на полу и вокруг дома. И вот. Такая ёмкость огромная. А вот этот осколок был найден у нас на балконе. Вот. Какая штуковина влетела, разбила окно. Олео Мак. Спарта 37. Нашёл. Почти целое. Вот это карбюратор. Вот коленвал. О! Коленвал. Катушка зажигания. Весь оставшийся корпус от двигателя. Это был бензотриммер, которым я работал. Денег надо много. И сразу надо на всё. Вчера был на рынке. Спрашивал, сколько стоит колесо. Тысяча четыреста гривен на такую тачку. Был в эпицентре. Смотрел тачки. Один вариант присмотрел. Стоит 1800 с копейками гривен. Мотоблок. Всё, что от него осталось. Вернее, культиватор. Колёса. Грутозацепы. А вот это вот двигатель. Всё. Это уже не двигатель, а металлолом. Всё поотревало, всё поотплавляло. Это был сундук деревянный. В нём было зерно. Всё сгорело. Вот это селка. К культиватору фрезы были. Картофель и копалка. Были колёса. Большие. Не знаю, теперь пригодны они для чего-либо или нет. Ну и так, много чего тут ещё было. Вот это кирпич огнеупорный, который брал для строительства барбекю. А вот это был кирпич. На этом кирпиче стоял весь сарай. Видим, что кирпич весь покрошился. И от цоколя сарая ничего не осталось. Ходим по территории и убираем. Зашли с той стороны, откуда был обстрел. Вот видим за нами наша стенка нашего дома. Вся в осколочных хранениях. То есть кирпич покрошен. Вот такие вот дырки в стенке. Там выше. Есть сквозные дырки. То есть вот полностью пробитый кирпич. Снизу такая же история. Вот пробило две палки. И вон вовнутрь залез осколок в кирпичную кладку. Вообще по всей этой стороне уцелело только два маленьких окошка. Сейчас вооружились пустыми ведрами. И идем собирать все, что разлетелось. Стекла, шифер, осколки, рубероид. На прошлых выходных были. Немного пособирали. Получились у нас вот такие кучи. Мелкие кусочки шиферок собирали и высыпали на дорогу. Вот такая вот вымазка от дороги получилась. На неделю я приезжал. И с улицы поперекидывал все доски. Забор, который весь рассыпался вон. И частично вот доски от сарая. Когда он горел, что-то разлетелось. Что-то мы оттягивали, чтобы не горело. Вот все поперекидывал. На эту кучу. Есть поломанные деревья. Шифер, рубероид. Сейчас с Леной будем все это немного убирать. Потому что трава поднимается. И все эти осколки, мусор весь прячется в траве. Потом будет сложно его оттуда доставать. Здесь у нас тоже дерево расщепилось. Лена пытается его ветку отрезать. О, отрезала. Вот такие осколки до сих пор нахожу. Маленькие, разбросанные везде. По всему участку попадаются. Так, вот это лежит дверь от сарая. То есть вот там вот был вход. И она улетела метров на 10. Целая, почти невредимая. Был бы сарай, ее можно было бы еще навесить. КОНЕЦ